Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Я последний день своего сукового закона на крыльце магазина ждать буду. Ну а чего время терять? Вы случайно не знаете, водку то картон пить можно? О! Жалко. То картон долго, я бы ее и носом был. Что-то шея чешет за меня. Ну-ка гляньте, что там такое. Чего? Клеш сидит? Не надо налякнуть. Комар долбанул или собаку кусила, только делок, клеш сразу. Все нормально, у меня три дня не осталось. Докопались позже, родинка отключать ничего не могла. Придумаю. Спасибо. Спасибо. Игорь Моменко. Браво. Жена на две недели в санаторий поехала. Печень лечить. Стерва. Сверху лечить поехала, а мою подставила. Всего хотел одну рюмочку опрокину, чисто червячка притопить. Ну и понесло. В результате целого удава заспиртовать. День первый пил сам собой. Захотелось собутыльника. Купил надувную бабу. Страшная. Выпил, подкачал, выпил, подкачал. Похорошела. Шутки стала понимать. На все анекдоты реагировала с открытым ртом. День второй решил с этой бабой наставить жене рога. Страсть прервалась взрывом. Ценок заливал горе. День четвертый. Сварил магазинных пельменей. Вышел во двор. Стою, закусываю. Полкан лает, разрывается. Я ему кинул пельмень. Он понюхал, но жрать не стал. И опять в лайк. Я ему говорю, шо ты гавкаешь? Тогда полкан исхитрился и написал лапой на песке. Не жри, дурак, вздохни. День пятый дал поросятам. Попробовал. Забрал у поросят. Шестой день стал для меня днем Мексики. Пять дней я поливал водкой кактус. На шестой день я его вырвал, побрил и съел. Многие у нас в деревне пили текилу, а я единственный, кто ее ел. Помню, очнулся в загоне с поросятами, которые забились в угол, прячась от перегара. Надо мной стоял почтальон. В руках у него была телеграмма. Приезжаю завтра. Убери в доме, приготовь обед, твоя Надя. Моментально протрезвев, я пошел в дом оценить ущерб. Когда я открыл дверь, оттуда стали выбегать тараканы и делать друг другу искусственное дыхание. От этого запаха даже дедушка жены на портрете часто моргал и плакал. В суповой тарелке я обнаружил множество мелких рыбных костей. Загадка разрешилась, когда я увидел, что в аквариум опущен половник. По телевизору показывали ряд, по радио передавали шуршание. Белье я решил постирать старым дедовским способом. Налил полбочки воды, кинул туда белье, порошок и полкана. Вы себе не представляете, как собачье желание жить отстирывает белье. Ни один бош и самсунг никогда не мутузили наше белье, так как его мутузил полкан в четыре лапы. Был цепной пес, стал копеть полоску. Выезжая, жена приказала косить траву у дома. От кошения я закосил. Если на дальней станции сойдешь трава по пояс, то перед нашим домом трава щекотала кадык. Уток я не кормил почти две недели, поэтому, когда я их выпустил, они за пять минут съели всю траву, лавочку и соседскую корову. Чучело во дворе было одето в чёщины вещи и повернуто лицом к дороге. В руках у чучела были чемоданы. Насмотревшись всего этого кошмара, я возвратился в дом писать завещание. Родные стены меня добили. В тёщином портрете торчали три дротика от барца, топор, лопата и осиновый кол. Причём осиновый кол был забит с такой любовью, что его остриё сторчало с внешней стороны дома. На нашей свадебной фотографии, которая висела над кроватью, лицо жены было вырезано, и вместо него вставлено лицо Анжелины Джоли. Убираясь под кроватью, я обнаружил там женский лифчик огромных размеров. Целый час меня мучили только две мысли. Чей он? И как я мог такое забыть? Оказалось, что это надво расколовшийся глобус. В общем, я помылся, побрился, приоделся, и вот через 15 минут приезжает поезд с моей женой. Как здорово, что мой поезд на Владивосток отправляется уже через минуту. Пока. Игорь, и по традиции, мы ждём от тебя на пассажок новенький анекдот. Ждём. Мотоциклист возвращается из празднования Нового года. Естественно, ещё всё не в фокусе. Он едет на прилижной скорости и видит, что навстречу к нему летит воробей. Он, естественно, попытался объехать птичку, но случайно его всё-таки сбил. Воробей упал. Этот подобрал воробья. Жалко птичку. Послушал, сердечко бьётся. Он бережно отнёс его домой, поместил его в клетку, насыпал туда хлебушка. Немножко водички поставил и ушёл по своим делам. Воробей очухался. Вокруг клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если за стол веселий, Праздник, когда настал, Главное в этом деле, Чтоб никто не мешал, Чтобы в момент разлива Ты понимаешь, что пьёшь. Губит людей не пиво, Губит их рыба, чёрш. Губит людей не пиво, Рыба их губит, чёрш. Как-то дружок мой выдал, Пиво он так был рад, Что литров десять выйдут, Мы лицом салатом. В каждой настре олива, В ухе петрушка, да. Губит людей не пиво, Губит людей еда. Губит людей не пиво, Губит людей еда. Праздник ты начал рано, Тесно и собрав кружок, И не дождясь куратор, Сладко пусту дружок. Лука, просунка, жена! Ведите лука, на! Будет людей не пиво, Будет людей жена. Будет людей не пиво, И будет людей жена. Праздники это круто, Есть лишь одна беда, Для сапоноку суток, Ну а порой года. Встретим же год красиво, Хором сказав слова. Все, уберите пиво С праздничного стола. Все, уберите пиво, Дайте шампанское пиво, Наш великий русский актер Щепкин, Сказал в свое время хорошую фразу, Которую я взял на вооружение, Берите образы из жизни и природы. Я недавно был в бане, И образов там было столько, Что мне хватило на целую историю, Да еще каких образов. История началась в предбаннике, Когда один мужчина второму говорит, Раздевается, Ну что, Сань, будем мыться? Тот молчит. Сань, мыться-то будем? Молчит. Сань, ты чего глух? Будем мыться или не будем? Тот. Ну ладно, пришли в баню, Сейчас сразу будем мыться. Ты же пакет с водкой в метро забыл. Будем мыться. Надо сказать, Что баня уже давно перестала быть Только средством гигиены. Баня это место психологической разгрузки мужчин, Где мужчины в конце недели За рюмочкой чая, Действительно чая, Часто делятся своими проблемами. Я как раз был на таком разгрузочном дне И практически пересказываю вам все без купюр, Что слышал. Значит, мужичок с чашкой чая Сидит и грустно так говорит, Представляете, мужики, Оказывается, чтоб лицо было красивым, Надо было просто зеркало протереть. А я дурак пить бросил. Вторая говорит, А я тоже завяжу. Вчера даже прихожу, Уже нервов никаких нет. Жена говорит, Откуда запах? Я говорю, Ну ты, Тань, даешь, Ты окно открой, посмотри. Она говорит, Что там? Я говорю, Весна, Природа просыпается, Ну ты даешь. А запах откуда? Я говорю, Смотри, Травка растет, Почки набухают. А запах откуда? Ну и я набухался, Чего ты пристала вообще? Вторая говорит, А у нас тоже было вчера весело. Мы, знаешь, Мы это самое, Мы змея запускали. Ага. Тёща в комнату. Ага. Она говорит, Зятёк, Я от твоих дурацких шуток Уже скоро умру. Я говорю, Да ладно, мама, Вы каждый год только обещаете вообще. Представляете, пацаны, Ядовитая змея не укусила. Не-а. Дед говорит, А они, сынки, Знаешь, Они, Ядовитые змеи, Они друг дружку не кусают. Улыбчивый говорит, Правильно, дедушка, Говоришь, Они, знаешь, Они, Ядовитые змеи, Они друг на дружку шипят. Я слышал, Как шипели друг на друга Две змеи со второго подъезда. Одна говорит, Милочка, А тебе не кажется, Что ты спишь с моим мужем? А? Та говорит, Нет, Не кажется. Та говорит, А я с твоим тоже спала. Ну и как? Выспалась. Дед продолжает. А я, сынки, Знаешь, Мы с бабкой вчера До четырех утра Не могли заснуть. Сосед хулиганил за стеной. Да. И все время Женские вздохи. А? 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 До четырех. Я слушал, И беруша не помогает. Женские вздохи. А? Ах, Я уже в стену говорю, Перестаньте там хулиганить. Он говорит, Я не хулиганю. Я женский теннис смотрю, Шарапова играет. А я, А я говорю, Мужские придохи, Откуда во? Он говорит, Я за нее болею. Второй дед говорит, А мы, знаешь, Мужики, А мы болеем За нашего внука, Аркашу. А? Десятый класс заканчивается, Дурак дураком. Я говорю, Аркаш, Вот ты кем будешь? Ты школу заканчиваешь? Он говорит, Андрессоном. Я говорю, Кто такой? Он говорит, Сказочник. Я говорю, Это ты можешь. Ты родителям С первого класса брешьешь, Что в школу ходишь вообще. Первый мужичок опять с чаем. Вот дурацкие у вас, Все разговоры и шутки, И темы дурацкие. Вот у меня брата поперли из армии. На хлебном месте был прапорщик, За вхозом. Поперли просто, Начисто поперли. А за что поперли? За что поперли? За то поперли, Что был дежурным по части. Ну вот. А у него случилось в этот день, День рождения. Он взял, Пригласил знакомую. Думает, Я здесь хозяин в части. Отметим. Ну только налили по фужеру, Значит, водочки. Вот. Только чокнулись, И тревога. И этот, Сирена. Вау, вау. И он сразу ей говорит, Люсенька, Я сейчас на построение, А ты здесь, Сюда командир может зайти. Редко, но заходит. Вдруг зайдет, Ты меня не подведи. Ты надеваешь противогаз Для конспирации. Поняла? Только не подведи. Да, конечно, поняла. Он на построение. Все, тревога закончилась. Он ей звонит. Говорит, Ну что, Люсенька, Заходил командир? Она говорит, Заходил. Надела противогаз? Говорит, надела. Но он так сопротивлялся, Так не хотел, Но я надела. Самый улыбчивый опять говорит, А у нас тоже, знаешь, У нас скандалы в семье постоянно. Знаешь, Ну вот мы вчера с женой ругались, Она посуду стала бить, Я стал бить, Все разбили. Я говорю, Все, Зося, Я ухожу от тебя. Знаешь, Мужики нервы не выдержали. И я ушел, И дверью так хлопнул, Все самому стало страшно. Стал на лестнице, Закурил, Выкурил сигарету. Думаю, Куда идти, а? Психанул, А идти-то некуда. Возвращаюсь. Она говорит, Ну и где ты был? Пока тебя не было, Мама успела тебе выписать. Дед говорит, Это не новость у нас в семье, Тоже скандал. У меня сын как выпьет домой, Идет под шофе. Особенно, Когда вот после зарплаты, Жена вот так становится на двери, Говорит, Если денег нет, Не войдешь. А он находчивый, Говорит, Отвали, У нас все входящие бесплатно. Банщик открывает дверь, Ну и говорит, Входящие, Входящие. Пар стынет, Заходите. Сейчас пропарим, До следующей субботы Все проблемы уйдут, Это как минимум. Это я гарантирую. С легким паром. Спасибо. Один Украинец Пригласил своего приятеля Отдохнуть В сарай. Отдыхали двое суток, Хорошо отдохнули. Один из них поднимает голову. Скажи, пожалуйста, Ты умеешь хранить тайны? Могила. Если честно, У меня есть пушка, Она настоящая. Что, серьезно? Серьезно не бывает. А ты умеешь хранить тайны? Старая могила. Если честно, У меня есть снаряд. Настоящий. Бронебойно-баллистический. Что травленным кончатом. Что, серьезно? Серьезно не бывает. Так, может, Долбанем по Пентагону? Гениально. Жди меня тут. Ушел за снарядом. Пока ходил, Этот прорубил бойницу, Сунул пушку. По компасу определил, Где Пентагон. То, Шел с нас рядом. Два раза ткнулся в корове лепешку. Наступил на грабли, Дошел. Залежай. Здесь товарищ командир. Стихай, снаряд. Он не лезет. Там калибр не тот. Он вообще не оттуда. Не получается. Спокойно. Все нормальная военная ситуация. Ты ее руками придержи. Я ее оттуда кувалдой убью. Осторожно, пальцы. Вообще ничего не осталось от сарая. В радиусе 500 метров Куры научились летать вместе с козами. Эти два артиллериста упали за 15 километров От эпицентра взрывов болота. Сидят с голым торсом по пояс. Один как дельфин. Ни бровей, ни ресниц. Ни снесло все растительное. У другого цепь расплавилась на пузе. Дым с головы. Вот это звездонуло. Да. Ты представь, как сейчас звездонуло в Пентагоне. Спасибо. Игорь Мамонко. Представьте, что вы находитесь не на концерте, а на банкете, на юбилее. Я, Тамада, кстати провожу свадьбу, юбилеи, праздники, тусовки, разборки, драки. Ну, сегодня у нас юбилей, дата, круглая, как лицо юбиляра. Попрошу наполнить бокалы. Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось. Чтобы руки не дрожали, когда денежки считали. Чтоб сиял наш юбиляр, как фонарик суперстар. За юбиляра, ради которого все приперлись. Собрались. Так, и вновь попрошу наполнить бокалы. Чтобы женщина влюблялась, а мужчина ублажалась. Чтоб и умную, и дуру не обидели фигурой. Ваши ноги вам к лицу, как бутылки молодцу. За жену юбиляра, за эту неземную красоту, едва поместившуюся на двух стульях. Настоящие мужчины пьют стоя, женщины лежа. Женщины до дна. Так, и вновь попрошу наполнить бокалы. Наливаем, наливаем. Если бледный, как поганка, надо выпить позаранку. Если красный, как девица, нам пора похмелиться. Между третьей и второй рюмкой дырочку закрой. За родителей. За этих цирковых артистов, которые всю жизнь кувыркались, чтобы сделать клоуна. Нормальный каламбурчик, да, сам придумал, да. Так, и сразу наполняем бокалы по новой. Да, за тех, кто ест, за тех, кто пьет и жить печенки не дает. За тех, кто взяв на пассажок, не упадет лицом в горшок. За гостей. Ура! Так, слово юбиляру. Собрались с мыслями, юбиляр, да? Собрался с мыслями. Ни одна мысль на собрание не пришла. Тогда я скажу за юбиляра. За вас, дорогие друзья. За гостей. За всех, кто сегодня пришел к нам на халяву. Ой-ой-ой. На праздник. Так, кто сказал тамада пьяный? Запомните, хороший тамада трезвым не бывает. Кто сказал тамада, лыка не вяжет. Зачем вам лыка, а? Лапти прести. Кто сказал тамаду, никто не понимает. Все понимают. Язык эзопа. Вот мое главное достоинство. Что-то стало холодать, а в бутылке благодать. Что-то в горле пересохло, как бы муха там не сдохла. Что-то в ухе зачесалось, там над ней еще осталось. Кто сказал, хватит дурацких считалочек. Не загадывай мне числа, чтобы водка не прокисла. А сейчас конкурсы. Итак, все пьяные делятся на две команды. По команде лезть, все ложатся и выпивают. По команде встать, все стоят и закусывают. И так до тех пор, пока одна из команд не останется лежать. Так, стоп. Аукцион. Продается тарелка салата оливье, в котором отпечаталось лицо юбиляра. Сто долларов. Раз. Двести. Двести. Я вас за язык не тянул. Двести долларов. Раз. Триста. Триста долларов. Так, станьте, станьте, да, станьте. Триста долларов. Раз. Триста долларов. Два. Кто сказал, пошел вон? Все? Ладно, я ухожу. У меня сегодня еще три банкета. Но знайте, страну, в которой народ ходит на рогах, на колени не поставишь. Ну, сразу же хочу рассказать анекдот из жизни нетрезвых людей. Подвыпивший человек, изрядно подвыпивший, поднимается на третий этаж, звонит в квартиру, открывает мужчина. Происходит следующий диалог. Ты что? Я здесь живу. Да? Ну, живи пока. Ушел, обошел дом вокруг, опять поднимается, опять звонит. Опять этот мужик открывает. Я живу здесь, я говорю, это моя квартира. Да? Ну, ладно, извини, брат. Я живу пока, молодец. Ушел опять, обходит, третий раз звонит, опять открывает. Я так не знал. Что такое? Я тут живу, я могу показать паспорт, прописку. Я тут живу. Что стоянную врубаешь? Ты везде живешь, а я нигде. У меня тесть любит выпить. Сильно любит выпить. У нас в райцентре только один мужик может выпить больше. Понятно, кто? А что, заметно? Ну, я, я, конечно. Конечно, кто же еще? Ну, у меня, кроме тести, еще с тещей есть. Так что, в семье не без уродов. Собралась как-то теща моя в гости к сестре, в брат. Собралась к сестре, в брат. Или к брату в сестрин. Я уже сейчас и не помню. Ну, не важно. Важно то, что на три дня. Три дня без тещи. Это же вечность, представляете? У нас, естественно, с тестем уже заготовлено было, и в бурьяне стояло. Понятно, да? Что я не понимаю? Десять литров самогона. Почему много? Что всем хватило. Нас же двое. Ну, стоит теща, губы красит, брови рисует на лбу. И в нашу сторону параллельные реплики отпускают. Смотрите, говорит, дебилы. Она нас так, по-родственному, называется. Смотрите, дебилы. Узнаю, что вы тут пьянствовали. Читаете себя без вести пропавшими. Обоих красную книгу занесли. Говорю, мама, ну о чем разговариваешь? О чем алкоголики? Ну, понятно, компотом. Или сок березовый с мякоти. Ну, вы такое тоже сказали. Нет, даже не думайте. Ничего и близко даже не будет. Тесь в тот день даже стрелки на часах хотел перевезти, чтобы ее быстрее в гости сбагрить. Ну, свершилось. Только она за калитку. Мы, естественно, сразу в бурьян. Наливаем с бутыля в графин. Графин номер один пока. С графином к столу, чтобы под груша стоит. Птицы поют. Все, соловьи различные калибрии. Мы там наполнивши. Огурчики, помидорчики. Витамин С расположили. Ну, яйца, сальце, мясо. Мы там. И так по пять рюмашек. Сразу, чтобы зацепило. Хорошо стало. Танцуем все. Песня разлива. Вот. Вот. И вдруг теща возвращается. Абуца забыла. Она же когда зашла, смотрит. Мы же, значит, танцуем, радуемся. Тесь, бедолага, к ней спиной танцевал. Поэтому был нокаутирован в затылок. Я, слава богу, чуть подальше, на расстоянии плевка. Она глянула на меня, как Кинг-Конг, на молекулу, таким взглядом. Ты за горло шарахиваешься. Так не меня, что обидно. Графин. Как фашист гранату кидает его четко в бурьян. Четко в бурьян. Что, в десятку попало? Зараза. И звук такой. Дзень. Затемнющий звук. Дзень. Ну, короче, шарахнула, это все дело разбила. Тесь говорит, давай лопаты. Накопали мы этой земли самогонным пропитанным, я говорил, шесть бедер. Взяли у соседей самогонный аппарат в аренду. Наш, примонтиша. Вот. Насыпали туда этой земли. Добавили водички. Поставили на плиту. Зажгли все конфорки. Тесь по змеевиклю. Я впервые видел, что человек так долго мог находиться с открытым буртом. Вот. Ну, минут через сорок этого процесса из бака потекло горючее. Я, когда увидел вот это дело, я впервые в жизни назвал тесте папой. Я говорю, папа, хватит бухать. Давайте канистрочку наполнить. Я его в сторону, канистру подструю. Ну, бежит живительная влага. Все нормально. Мы опять танцуем. Сиртаки, танец, краковяк. Все. Радуемся опять. И вдруг видим, стоит в дверях участковый. Лыбу тянет. А потом спрашивает так из вальца. Скажите, а как у вас этот танец называется? Ча-ча-ча? Или чача? И смеется таким неподкупным подлым смехом. Я ему говорю, а знаешь ли ты участковый, что мы из земли чистый спирт гоним? Он говорит, ну да, скажи еще что из навоза. Ну и поспорим с ним на сникер, что гоним из земли. Он тогда понял, что проспотил, домой улетел как Бэтмен. Через полчаса в спаханности его огорода позавидовал бы любой комбайнер. Два раза консультироваться прибегал. Скажите, а навоза сколько класть? Лопату. А корения в земле какие должны быть? Дурман. Ну, в общем, ближе к рассвету его таки увезли в дурдом. Конечно, мы его в беде не бросили. Соседи, тесть с врачами побеседовал и того спустили. Через полгода, правда, вот. Сейчас он уже вышел на пенсию, но тяга к земле у него не прошла. По-прежнему днем и ночью копается на своем приусадебном участке. Поэтому в народе его по-прежнему называют как? Правильно, участковый. Ты, студент, не волнуйся. Будешь вот таким Дедом Морозом. Это я тебе говорю, я же все-таки в людях разбирай. Ты вот таким будешь. Мне говорили, ты вчера же пошел по заказу в мужскую баню. Ходил? Перепутал? Купьянки в женскую попал? И что? Что, они недовольны были, да? Еле отпустили. А как же? Что же, я не бывал, что ли? Там же жуть, что жара, все мокрые, потные, скользкие. Забываешь, какую поздравил. Потом в очереди стоят за подарком по два раза. А подарок-то один. Скажи честно, ты доволен, что у Деда Мороза пошел? Потому что, я тебе скажу, я вот, баня-то, это, вот, я на ликероводчик, когда иду, паспорт с собой беру, паспорт. Чтобы не забыть, как тебя зовут. Потому что там же, как, здрасте, они тебе литр прямо канистру наливают. Ну, а на паспорт прям тебе в цистерну со спиртом плюх. И тогда только ты, Деда, понимаешь, как ежики рожаются. Я тут шел, вчера тоже немножко отпоздравлялся. Упал в колодец теплотрассы с подарками вместе. 40 бомжей меня как обхватили и говорит, вот, молодец, говорит, мер Лужков Юрий Михайлович. Прислал же гамадрила с подарками и давай меня целовать. 80 губей. Пуфи. Еле спасся. Это ничего, старик. Мне рассказывали, что ты в доме ученых по ошибке шубу штаны заправил. Ничего, ничего. У меня хуже было. У меня он, я в посольстве выступал, елку в окно выбросил. Оказалось, жена посла в бусах. Не, я тебе честно скажу, тогда у меня день не очень удачный был. Знаешь, не помню, чего пили, но не очень удачный. Во-первых, соседская жена меня с моей застукала. Невезуха такая. Потом я брату поздравлял в ресторане. Слышишь, поздравлял, говорю, вот, говорю, и наступил ваш год, козла. У меня, студентка, у меня до этого все свои зубы были. Все. Не, ничего, старик. Ты застраховался? Обязательно застрахуйся, студентка. Ты застрахуйся. Нам нельзя быть не застраховенными. Ты чего? У нас работа опасная. Мне рассказывали, вчера ты немножко опять перехватил. Ты рано пить начал, старик. Надо же опыту набраться, чтобы иметь право. Вчера вот, говорят, ты обезьяну в зоопарке на колени посадил. Заставлял ее стишок читать. Матюка мучил ее разным. Все хорошо, но только это же была не обезьяна. Директор зоопарка. Ты чего? Кстати, ты видал вот этот чувак у нас? Этот, сзади Собеба. Вот парень черненький. Так он же лучший сейчас Дед Мороз. Лучший вот этот. Мне говорят. А пришел, ну дурак дураком. Ну, елку первый раз увидел, говорит. Господи, говорит, смотри. Пальма, говорит, не бритая. От 500 грамм в обморок падает. А сейчас? Отбоя нет, от заказов. Одни шахтеры и заказы вообще. Он у них свой. Нет, этот Егор наш, московский старик. Это он от петарды прикурил. Нет, студент, у тебя получится. Ты знаешь, что ты крепкий мужик, и у тебя получится. Я тебе честно скажу, я в прошлом годе тоже в Новый год одну поздравлял. Она такая поздравлялка оказалась. Не, ну, я так запоздравлялся, старик, летом вышел, в июне. Да, иду, значит, старик, в этих валенках, в шуме, в башмаках, прям по подъездам. Смотри, вот так, иду. Два наркомана стоят, один другому говорит, смотри, два косячка только курнули. Уже лето кончилось, Новый год пришел. А этот второй говорит, не, 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 говорит, вот еще курнем чуть-чуть, и лето к нам вернется. Не, студент, все нормально. Ты этого художника Федорова поздравил? Молодец. Поздравил. Подарил ему наше сувенир? Что, заставили с тобой его пробовать? Это старик надо, это же у нас в контракте записано. Сам сувенир опробовываешь. Что, надувная баба была? Сколько Дед Морозов тебе завидует. Чего? Лопнула под тобой? Я тебе говорил. Вот на женщину, даже на надувную, положиться невозможно. Старик, это ничего, что у тебя все впереди болит. Сегодня время такое, лишь бы не болело сзади. Ну что, чего мы отвлекаемся? Пошли веселить людей, на работу пора. Маленькой елочке холодно зимой, маленькой елочке мы нальем с тобой. Добрый вечер, уважаемые друзья. Спасибо за аплодисменты. Ну, начну с анекдота, как это водится. Представьте себе, два человека хорошенько выпили, легли отдыхать, на утро проснулись, жесточайшего похмелья. Один из них практически не умеет разговаривать, у него жесточайшая засуха во рту. У него там работает цементный завод. Он очень хочет пить. Аквариум выпил еще ночью. Пытается обратиться к своему другу за помощью. Получается, неважно. Ай! Ой, Кока-Кола! 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 А-а-а! Кока-Кока-Кока-Кол! Сейчас куплю! Ушел в магазин. Разрешается через пару часов. Этот сидит, получеловек, полуфабрикат. Губы, как сырые котлеты, в страшном состоянии. Пытается попросить, наверное, он принес Кока-Колу. А-а-а! Во еде. Кока-Кола закончилась. Я купил тебе печенье. Два друга поехали в Японию, голова кругом, впечатлений много. Один другому говорит, Саня, ну что, зайдем сейчас в бар, чтобы добавить вообще эмоции, сейчас что-нибудь японское, а, понимаешь, вот, чтобы картина, она просто была полная стерео, понимаешь, заходит, а что будем пить? Говорит, а смотри у них местное саке. Он говорит, ну давай, говорит, а сколько градусов? Он говорит, 12. Он говорит, ну не, из-за 12 градусов заводиться смысла вообще нет, хоть и японское. А хозяин ресторана любил русских, японец, до этого. И, и он неплохо говорил по-русски, он говорит, моя сейчас принесет вам собственный саке, специалитет для русских, 70 градусов. Он говорит, ну а что ж ты до этого стоял, пока мы говорили вообще, тянул резину, давай, родной, давай, давай, бегом, бегом. Он приносит это саке, и маленькие чашечки японские, знаете, ну такие, они говорят, слышишь, ты эту тренировочную тару убери давай. И на чистом английском говорит, неси ту пластик стеканс. Он понял, приносит, наливает они, давай, 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 помарусин поясок, а поскольку Маруся его не носит, давай, давай. У японца глаза были щелочки, стали просто как царские монеты по пять копеек. Он говорит, если ваша сейчас это выпьет, моя угощает. Наши говорят, ну, за твою. А там в Японии, знаете, часто бывают землетрясения, такие мелкие, и так совпало, они только выпили, и тряхануло вообще. Они говорят, Саня, ну мне и вставила, не поверишь вообще. Колени подогнулись, тот говорит, у меня в самого сознания на полметра отъехало и вернулось вообще. Японец говорит, моя сама напугалась. Они говорят, ну наливай, выпьем за то, чтобы твоя успокоилась. Выпили еще по стакану и запели русскую народную песню, шла гейша по шоссе и сосала суши. Мой номер будет на тему связанную со спиртными напитками и называется он очень просто «Пробуждение после вчерашнего». Не, знаешь, как праздник нормально, а как утром встаешь, каждый раз сюрпризы. Ну не поверите, ну каждый раз сюрпризы. Вот после позавчерашнего вчера просыпаюсь утром, раз, перед глазами галиматья. Мать Гали, теща. И такая вся, знаешь, расплывчатая, и такая вся волнительная. мама, что это вы с утра вот этот брэк-данс тут перед глазами делаете? Она говорит, не надо на меня через аквариум пялиться. И сразу, знаешь, я еще не проснувший. Ты на работу устроился? Я говорю, между прочим, мама, не надо так с утра. Я уже работаю. Второй день. Она, откуда тебя могли взять с такими трясущимися руками? Я говорю, шашлычную мясо перчить. Полдня поработал, все эти нервы сдали, перчилка в мясо упала. Больше работы не нашлось. Понимаешь? Она опять, ты когда устроился? А я, знаешь, я ее все равно люблю. Тещу. Я вот даже на охоту иду, там на рыбалку с мужиками, да, я всегда с собой беру ее фотографию. Обязательно. Обязательно. Там на охоте ховат, комары, слякоть. Я смотрю на нее и думаю, господи, хорошо-то как? Ну, очень тяжелое утро. Я не проснувшись, а она опять второй раз. Ты на работу когда? Когда устроись? Я говорю, мама, а то вы не знаете, что я работаю уже давно. Мы, между прочим, с ребятами организовали акционерное общество ООО Очень скорая медицинская помощь для иностранцев. Ну, простая скорая. Скорая помощь, она 0,3? Наша 0,5, 0,7, 0,75, 1,0. В зависимости от состояния, в какое попадают наши иностранные гости. Тут же многие иностранцы, приедя в Россию, они вообще ориентир потеревывают. Вообще здесь. Где север, никто не знает. Просто попадают в такие тупиковые ситуации. Ну, один приехал иностранец, контракт с нами подписан. Не с нами, ну, с умными людьми. Ну, еле-еле с ним подписали один контракт. И он говорит, хочу на русскую природу. Но наши повезли его к одной бабушке в деревню. И он, знаешь, без психологической обработки, без подготовки, знаешь, сразу вот так резко зашел в наш наружный туалет. Забыл, зачем зашел. Глаза разъело, мыслей нет. Наши, пользуясь этим, еще три контракта с ним быстро подписали. Ребята не дадут соврать, мы же таких случаев у нас сколько ни попадя где. Ребята профессионалы, что ты, это моя совесть, это моя команда, понимаешь? Ребята, я вас сейчас просто так вспомнил, я не вызывал. Пока занимайтесь, пока клиентов нет, тренируйтесь пока. На исходную, давай, давай, туда, туда, туда. В зеленом это танцор. Танцор, о, что, но очень серьезные все. Из четверых. А недавно к нам приезжал француз Мишель де Шизофрени. Шизофрени это уже диагноз, естественно. Но он открыл здесь небольшой винный заводик. И знаешь, что, и взял без подготовки брякнул, значит, нашим местным, говорит, у меня будет презентация, приходите, ребята, угощаю, пейте мое вино, пока не устанете. Через месяц он устал смотреть. Так наши люди пьют его вино, не отходя от краников, не трезвее и не прекращая презентацию. И даже психиатрической клиники ему точно не смогли перевести на французский значение наше русского слова халява. Мы посидели с ребятами, с этим французом, допили остатки вина с его французского завода. И он все понял. И говорит, как я раньше не мог понять, что два ящика узбекской лычи и 10 литров технического спирта на выходе дают три ящика прекрасного французского бургундского вина. Причем урожая 62-го года. Ребята не дадут соврать, профессионалы, что ты! Опытные люди! Ребята, не теряйте форму, могут быть клиенты. Идите пока позанимайтесь, там еще есть чем тренироваться, там последнее это танцор. Танцор диска. Два диска из позвоночника вылетело, и он по-другому не может. Теперь брэк-данс, понимаешь? Или приезжал этот канадец Джон Хоупер Пухер, привез сюда 10 сельскохозяйственных комбайнов, все таки никелированные, такие все хромированные, и наклейки все, Харли Дэвидсон прям. И сразу сдал эти все комбайны в аренду нашим цыганам. На следующий день, естественно, ни цыган, ни комбайнов. И мы ему еле объяснили, что в таких случаях табор сразу уходит в небо. Ребята не дадут соврать. Мы с ним неделю мутились с этим канадцем вообще. Чем только его не отпаивали. Ребята, все восьмеро уйдите, не нервируйте меня. Я с людьми здесь на серьезные темы говорю. Ой, последний это танцор. Диско. Видишь, видимо, уже диски вообще не держат. Попом с ним на работу выходит общаться. Че вы говорили? А, приезжал к нам этот японский японец харакири, не руками. узнать секреты нашего автопрома. Понял? Они все там в Японии, не могут понять, почему, когда у нас у Волги дверь захлапываешь, капот одновременно открывается. Мы с ним посидели, выпили. И он все понял. Он говорит, я раньше не мог понять, а сейчас я понимаю, что у вас люди, которые строят дороги и которые выпускают запчасти к автомобилям, а не в доле. Я ему говорю, ну, купи какую-нибудь нашу отчастиственную машину, подари японцам там, чтобы не с пустыми руками. Он говорит, какую? Я говорю, ну, возьми АКУ и легче вести карманный вариант. Он говорит, я про АКУ плохую пословицу слышал. Я говорю, какую? Он говорит, мал клоп да вонючий. Я говорю, это ты зря. Сейчас новая модель АКИ называется Окаянная. Офигительные тормоза. Он говорит, что это значит? Я говорю, на первом же повороте офигеете вообще. Подушка безопасности. Он говорит, в АКИ? Я говорю, да. Откуда вылетает? Я говорю, каждый раз из разных мест. Так что, ребята, если в зале иностранцы есть, зарубите себе на носу. Умом Россию не понять, это не я сказал. Умные люди сказали, которые через этого прошли. Итак, представьте себе два друга хорошенько выпили, легли спать на утро, продолжили, опять находятся в таком же состоянии, один из них обращается к другому. Виктор, что вы правили устроен? Скажи, пожалуйста, мне и ты. Вчера? Вчера. Время вечернего чая по столу желтый лимон не прыгал. Так это ты мою канарейку в чай выдавил? Стоят трое, соображают естественно на троих, дают одному стакан, тот берет стакан, шанс вырветь. Второй, не, ну не придурок, кто вырвет тут все свои? Два украинца, будучи в командировке в Ереване, за пару часов до отправления поезда, честно случайно попадают на старинное армянское кладбище-музей, вроде среди надгробей, читают надписи. Арабалаян, 1905-1988, жив пять лет. Наверное, ошибка. О, грачи карапетян, грачи карапетян, 1911-1995, жив три года. Что за бардак? А ну, пішли к сторожу, узнаем, в чем дело. Приходит к сторожу, говорит, дядя, ты извини, мы, конечно, с математикой на вы, но не до такой степени, понимаешь? Мы так считали на калькуляторе, у нас не получается, понимаешь? Там человек прожил лет 80, написано 5. Цей прожил лет 70, написано 3. Объясни. Это несложно объяснить. Ну, жили непонятно, ты же взрослый человек. Жиль, это не меца, в виду, жиль там существовала. Жиль. Понимаешь, когда закончили командировки, девочки, красивые машины, дзенюшки, когда, когда жизнь такая, вот такая, ага, ага, что с каждого не считается, соувеличение. Понятно? Да, понятно, а что же тут неясного? Короче, Валера, когда я сдохну, напиши мне на могиле, родился мертвым. Спасибо. Там вот как-то отмечали Новый год Ну, сели за стол проводить Старый год, как положено Сели пораньше, в ноябре еще Ну, праздник развивался вяло Выпили по рюмке водки, запили соком, потом повторили Никаких перспектив Стагнация Ну что, решили наоборот Водку в фужеры, сок по рюмкам Качественный рывок Шутка ли, в течение получаса к нам сразу приехала скорая, пожарные менты Менты вступили за пожарных, которые бронзбойтами не давали нам забрать у врачей спирт Но мы забрали и покатило Женщины отплясывали так, что у соседей снизу, из потолка, стали вылезать их каблуки Куда пропала валерьянка, я понял после того, как кошка спела нам мургу Подыгрывая себе на гитаре Тут к нам подошла Анжела И попросила отнести своей бабушке пирожки Которая живет тут неподалеку за лесом И мы пошли Не зная, что от Анжелы бабушке мы несем только пламенный привет Пирожки мы забыли на кухне Зашли в лес Серега шел сзади Почему-то все время плевался и матерился Я шел впереди Отгибая и отпуская еловые ветки Мы шли на юг Не то, что мы точно шли на юг Мы, конечно, шли и в другие стороны Но на юг мы шли чаще Короче, если бы за нами шел следопыт, то он бы застрелился Чтоб выдержать направление, мы шли точно на сосну В сосновом лесу это лучший ориентир Захотелось кушать Я знал, что белки летом прячут орехи Мы выследили белку Двенадцать часов после ее под сосной Ждали, когда она выдаст ореховый сфрон Все двенадцать часов белка сидела на ветке И нахло вязала носки Мы пошли дальше Начали трезветь Когда у меня из штанов раздался звон А я не обнаружил в калманах мелочи Я понял, что сильно замерз В ту ночь было где-то минус шестьдесят Желание пожрать не уменьшалось Сереге плевком в глаз удалось сбить бурундука Если бы в военкомате видели, как я обнял Серегу Меня бы ни за что не взяли в армию На следующий день я учуял запах кабана Три часа мы упрямо шли на запах Который постоянно усиливался Потом я решил идти первым Обогнал Серегу И запах тут же пропал В этот же день мы обнаружили помет лося Пошмеялись Да ладно, мол, до этого не дойдет Через три дня Хорошо, что мы это место не нашли Днем пятого января на нас вышла стая волков Обе стороны проявили друг другу живой гастрономический интерес Так как нас было двое, а волков штук пятнадцать Одна из сторон поспешила дать деру Мы с Серегой пробежали километров двадцать Но догнать волков так и не смогли На следующий день в поисках пищи Мы провалились в медвежью берлогу Медведь спал Когда он зашевелился Мы как по команде стали петь ему колыбель Пели фальшиво Медведь поморщился и открыл глаза В берлоге было двое православных Но первым перекрестился Медведь Втроем мы вылетели из берлоги И разбежались во все четыре стороны Мы с Серегой на юг Медведь во все остальные Через пару дней Серега стал вести себя неадекватно Начал задавать странные вопросы А ты мог бы обходиться одной рукой? А ты мог бы ходить на одной ноге? К старому Новому году оборванные одичавшие Мы все же вышли на федеральную трассу И тут же попали в милицию за нападение на хлебовоз Как говорил мой дедушка Если выпить рюмку Будет хороший аппетит Если выпить стаканчик Будет хорошее настроение Если выпить бутылочку Будет праздник души А если выпить литр Будет все сразу Аппетит и настроение И праздник души Но ты этого не вспомнишь Люди Петь в меру Огромное спасибо Спасибо, друзья Спасибо Про ego При помощь Как работала �형 Для тех, кто Как работал ban чтобы По2000 И Как работала Заход Я Я В частности, в этом году мы используем починить Anti-Fcapell-2A, которые можно и читать в биологии, то есть даже, что я узнал, что мы и грузовичные ты, как вы и ведете, может быть, чтобы мы-то прибыли по инвестиций, а как вы думаете, мы можем сказать, вот, что у нас есть в мире, вы должны быть представляют как, что у нас есть в мире. Так, как сейчас мы думаем, Но это очень важно, что мы делаем так, то есть мы,此этили, мы должны сделать integrated НАМАН! Их сон не хватает, пустая и снаряд мастерка. Наш, опять, что в это время, когда мы хотим сказать, что мы хотим сказать вам, что у меня нет тех, кто поют, что оно не было, потому что, конечно, это не просто это время. Но за то, что мы хотим сказать, если вы не можете Добро пожаловать на наш канал! И так, оттуда по поводу отрицательного бета-ролеса. В нашей стране с вами был이고 любимый лот. Потому что пройти ту сторону, которой некоторые его целый духи не предыдует, она чего-то тому Когда вам BMW сейчас использовать взрывы, то можно сделать еще гораздо точнее. Вот любой тех порykал мой мир становится точно таким образом, это прям близко к России. Может быть, у нас будет достаточно. Нет, здесь мы всё чтоб такое. Мы уже по этот раз не будем сз surveyом. Ну, у нас positivo, ни было hyperbole, И до конца 30 лет на территорию, которое мы сняли в этом городе, и на всех этих народных обучений ultrapodies. Хаос предупредитов, что они будут думать о них, в будущем, в опасных ситуациях, на территории страны. Ага, 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 ага. И в этом деле это был лишний раз, и в общем, не отзывал о них, а в этих странах, но в этих странах, когда дело... и в таких странах, Вот они так стоят, чуть ли не было, что мы будем с умаимать друзья. Потому что над чем всё это вот, чем лечебная доска, очки, нам не связанное, а сверх Zweck ну, представьте, что это вот так тесно. Он не говорил, что это, нанавидно, но она не зря говорит, что это вот так вот, но я не говорю, что это так вот, что оно говорит о том, что оно было на моем теле. Нет, я так понимаю, что с ним было круто, с ним не было прямого тела, и теперь возвращаемся к нему. Дальше мыtrocks выражаем к нему, выросла его в первом сети, но нам понадобится от других средств. В первом сети, здесь точно не выдерживает, здесь, не надо, а вот у нас нет поворотников, там для них есть пара, но даже покупок. А не разрушает пара, там нашего установления, но в этом случае она будет в том, что они будут решать, как они будут решать, что они будут решать. Я подержать. Теперь мы будем решать решение. Мы blankle-ли製ать, мы будем решать решение, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok